МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Норжакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов подверг критике готовность коммунальных служб к работе зимой. Поводом критики послужили действия коммунальщиков во время первого снегопада и гололеда. В Карагандинской области отметили 22-ю годовщину создания служб гражданской защиты. Только за последние 9 месяцев спасено более 1300 человек, из них более 500 детей. Казахский язык на основе латиницы – это требование времени. Молодежь выбирает латиницу. В гимназии номер 93 состоялось обсуждение языковой реформы. 29 октября в Карагандинской области пройдут выборы депутатов-маслихатов вместо выбывших. В областном Акимате состоялось совещание с участием председателя Центральной избирательной комиссии Берека и Машева были определены задачи и направления по дальнейшему совершенствованию совместной работы организатора выборов. В ходе совещания были обсуждены вопросы подготовки проведения выборов депутатов-маслихатов вместо выбывших, совершенствование работы по составлению списков избирателей и вопросы повышения электоральной культуры участников избирательного процесса. Председатель Центральной избирательной комиссии Берек Машев отметил, что территориальные и участковые комиссии это основная составляющая избирательной системы. Участковые комиссии на местах это самый основной и отряд, который организовывает выборы, причем любых уровней органов власти. То мы сейчас и самым одним из перспективных направлений Центральной избирательной комиссии будет уделяться внимание профессионализации членов избирательной комиссии. И как следствие мы ожидаем строго усовывания ими всеми процессов действующих законодательствований в ИГРах. Глава Центра избиркома проинформировал участников совещания об основных направлениях деятельности ЦИК в межэлекторальный период. Это совершенствование законодательной основы избирательной системы Казахстана, развитие международного сотрудничества, профессионализация членов избирательных комиссий и цифровизация избирательных процессов. Берек Машев также заявил о необходимости участия представителей регионов в мероприятиях международного уровня, к примеру, быть наблюдателем в других странах. Мы для себя абсолютно четко это поняли, что и обязательно представителям региональных наших уровней обязательно необходимо участие в таких выборах, где как раз-таки вы увидите и можете обменяться опытом с нашими зарубежными коллегами. В этой части я вот с Ерланом Жакановичем говорил, уже надо, конечно, в бюджете такие средства для членов избирательной комиссии предусматривать. Также на совещании рассмотрена деятельность избирательных комиссий Карагандинской области. Подробно остановились на ходе текущей выборной кампании депутатов-маслехатов вместо выбывших. Приведен обмен мнениями, определены задачи и направления по дальнейшему совершенствованию совместной работы. Подводя итог, глава региона Ерлан Кушанов отметил, что все рекомендации по итогам проведенного совещания будут учтены. Сегодня состоялся очень полезный разговор. Я считаю, это очень полезное мероприятие, электоральное обучение, межэлекторальное. И, думаю, проведенное сегодня мероприятие, проведенное, качественно улучшит именно избирательные механизмы. Поэтому, Берегин, вам огромное спасибо, что вы первое такое обучение провели в нашей Карагандинской области. Я думаю, мы все эти рекомендации учтем и продолжим работу. Андрей Тенжи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Готовность коммунальной техники к работе зимой проверил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Руководители коммунального предприятия благоустройства и отдела ЖКХ заявили, что у них хватает сил и средств для того, чтобы успешно бороться со снегом и льдом на автомобильных дорогах. Однако глава области подверг критике работу коммунальщиков. Все подробности далее. Стройные ряды специальной коммунальной техники – сотрудники в новенькой униформе. Все говорит о том, что коммунальщики готовы к зимней работе, борьбе со снегом и льдом. Об этом же говорится на презентационных стендах. Однако Акима области Ерлана Кушанова доклад о готовности не удовлетворил. Первый снегопад и гололед наглядно показал готовность коммунальщиков к работе зимой. Городские власти сделали вывод из этой ситуации. Аким Караганды Нурлан Аубакеров рассказал о принятых мерах. Сегодня техника КГП самого непосредственного благоустройства берет весь Юго-Восток, весь город, Федоровку и Михайловку. А для усиления и с учетом всех ремонтов сортировки при Шахтинской мы увеличили. То есть ту одну технику мы приобрели уже в наем взяли. То есть финансирование в принципе все есть. Я думаю, что сейчас проблем таких не будет. Акиму Карагандинской области продемонстрировали всю технику. Это и лаповые погрузчики, и грейдеры, и самосвалы, и трактора. Вся техника позволяет в короткие сроки избавиться от большого объема снега. И тем не менее мгновенно убрать весь снег невозможно. Вместе с тем хотелось сказать, то есть основная задача, и многие некоторые путают, то есть основная задача, и первая задача для любого коммунального предприятия – обеспечить проезд. Вот самое главное. Поэтому по поручению Акима области нам дополнительно выделили деньги, и мы еще приобрели к прошлому году вот эти машины МДК. То есть эти машины МДК для чего они нужны? Чтобы на определенной скорости не давать, прилипнуть, грубо говоря, снегу, чтобы не было снежного наката, максимально отбить его от центра дороги, то есть в края. А чтобы самосвалы быстрее справлялись со своей работой, городские власти организовали так называемые мини-склады снега. Тогда машинам не придется далеко ездить, а уборочной техники простаивать. Простые жители города также могут посодействовать в быстрой уборке дорог. Для этого необходимо попросту не загораживать обочины своими автомобилями, а также не выбрасывать снег на проезжую часть, заявляют коммунальщики. Трудности всегда есть. Трудности со средним и малым бизнесом. Это вот на первых этажах магазины, киоски, аптеки. Те, которые за ночь снег у себя чистят и выгребают к нам на дорогу. И получается, что мы делаем двойную работу. В основном вот с таким проблемой. Согласно прогнозам синоптиков, нас ожидает ранняя зима. Снег выпадет уже в конце октября, начале ноября. Руководители предприятия благоустройства заверили всех жителей Караганды, что предстоящей зимой дороги будут намного чище. Андрей Тенджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области отметили 22-ю годовщину создания служб гражданской защиты. Только за 9 месяцев текущего года спасатели региона совершили 13 тысяч аварийных выездов. Было спасено более 1300 человек, из них более 500 детей. С профессиональным праздником сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям поздравил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. За отвагу при чрезвычайных ситуациях. Такую медаль вручили студенту 3-го курса Карагандинского технического колледжа Никите Паршикову. Молодой человек проявил смелость и решительность, спасая на пожаре двух детей. Сам Никита считает, что все было буднично. В 2014 году в моем доме был пожар, причем мне пришлось спасти двух своих братьев и сестер, вынося из пламени горящего дома. Я получил ожоги третьей и четвертой степени, рук, лица, ног. Провел лечение от пункта Макожанова, после чего вышел и ничего такого не происходило. Ежедневно на боевое дежурство выходит около 500 спасателей. Реки, водоемы, горы, улицы, здания – все находится под их пристальным наблюдением. И на 22-летие создания службы гражданской защиты область не осталась без защиты сотрудников ЧАЭС. Хоть и праздничный день на территории части, полноценной повседневной деятельности, наряд, караул занимается службой. Буквально вчера проводились поисковые мероприятия в Харкаролинском регионе. Пожары возникают, в Жизгазгане был пожар. Что на работа идет у нас круглосуточно. Работа очень сложная. Хотел бы от руководства департамента сегодня поздравить весь наш личный состав с нашим профессиональным праздником. На территории специализированной пожарной части номер 17 для гостей был организован показ аварийно-спасательной и пожарной техники. В этом году на бюджетные средства местного исполнительного органа приобретены инженерная и специальная техника аварийно-спасательное оборудование. Спасателей с профессиональным праздником поздравил заместитель Акимауласти Анатолий Шкарупа. За годы независимости Казахстан стал экономически сильным, стабильным государством, граждане которого уверенно смотрят будущее. Надежным фундаментом развития выступает внутренняя стабильность. В этих условиях важное значение принимает эффективная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Праздничное мероприятие было продолжено торжественным вручением наград. Сотрудник управления ПОЧС города Тимиртау Анвар Куншашев получил благодарность президента республики Казахстан. Были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Акима области сотрудникам, внесшим вклад в дело обеспечения безопасности и принимавшим активное участие в развитии и укреплении государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди награжденных были и журналисты. С профессиональным праздником пришли поздравить спасателей и воспитанники СОС детской деревни Тимиртау, представляющие Республику Казахстан на международных детско-юношеских соревнованиях «Юный спасатель». Готовность номер один для всех спасательных подразделений была и остается главной составляющей работы и образа жизни. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День спасателя отметили и в войсковой части 52-859. Это подразделение Национальной гвардии специализируется на выполнении задач по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Лучшие военнослужащие награждены грамотами и правительственными наградами. За полувековую историю войсковой части 52-859 военнослужащие привлекались к ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций. Это и авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, и разрушительное землетрясение в Армении в 89-м, и тушение лесного пожара в Каркаролинском заповеднике в 1998-м. И это далеко не весь перечень. А с начала нынешнего года именно эти солдаты и офицеры оказывали помощь жителям Шахана, пострадавшим от взрыва котла. Сегодняшнее мероприятие приурочено 22-летию создания сил гражданской обороны в Казахстане. Так как мы входим в состав Комитета по чрезвычайным ситуациям, для нас эта дата имеет большое значение. На сегодняшний день государство уделяет большое внимание техническому обеспечению. Оказывается, всесторонняя поддержка молодым специалистам. Государственными наградами за отличную службу удостоены шесть военнослужащих. Среди них рядовой Саги Куйтолтыр. Он был призван из Южного Казахстана. Служить осталось один месяц. Я горжусь тем, что выбрал именно эту профессию. Спасать людей для меня – высший долг. Я поздравляю своих коллег с профессиональным праздником. Желаю, чтобы в нашей стране не было войны. На торжественном собрании было отмечено, что мужественные поступки военнослужащих являются ярким примером казахстанского патриотизма. Выступающие отметили, что нынешняя молодежь готова защищать интересы своего народа и государства. Командир полка гражданской обороны выразил уверенность, что личный состав своевременно придет на помощь гражданам, попавшим в беду. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области во всех средних школах проходят классные часы и открытые уроки, посвященные вопросу перехода казахского языка на латиницу. 20 октября этот важный вопрос обсудили в Карагандинской гимназии номер 93. В современном мире латиница ассоциируется с новыми технологиями и прогрессом. На латинице пишутся все доменные имена и адреса электронной почты. Одним из главных преимуществ нововведения является то, что изучая государственный язык на латинице, будет проще осваивать английский язык, на котором сейчас говорит и пишет мировое сообщество. Об этом ученикам и преподавателям 93 гимназии рассказывали на специальном семинаре, посвященном переходу казахского алфавита на латинскую графику. Казахстан будет легче интегрироваться в мировое пространство и появится простота доступа к достижениям науки стран, владеющих латиницей. Тем более, что язык латиницы, современной науки – это латиница. Отечественные лингвисты в настоящее время уже определили критерии, которым должен отвечать будущий казахский алфавит на основе латинской графики. Это модернизированная латынь без избыточных элементов, быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами и так далее. Казахстан будет легче интегрироваться в мировое пространство и появится простота доступа к достижениям науки стран, владеющих латиницей. Тем более, что язык латиницы, современной науки – это латиница. В гимназии также подчеркнули, что внедрение латиницы будет поэтапным. Но уже сегодня необходимо знакомить школьников с новым алфавитом. Во время семинара учителя гимназии попробовали написать диктант, используя новый алфавит казахского языка. Марат Такишев, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В среде студенческой молодежи идет активное обсуждение перехода казахского алфавита на латинскую графику. В университете Булашак собрались представители практически всех вузов Караганды, чтобы обсудить новый алфавит. Обсуждение перехода на латинскую графику было довольно бурным. Профессор Курнгазы Сембиев, ректор Академии Булашак Куралбай Менлибаев, доктор юридических наук Илья Ужан Серимов едва успевали отвечать на вопросы студентов. Молодым энергичным студентам сложно осознать до конца значимость происходящих событий. Но именно они будут внедрять латинскую графику в повседневную жизнь. Вот что думает о переходе на латинскую графику будущая учительница начальных классов. По-моему, это очень правильно, что мы переводимся на латинскую графику. Точнее, нет, мы не переводимся, мы возвращаемся к латинской графике, поскольку раньше мы пользовались латинской графикой сами. И в данное время многие переживают о том, что дети не смогут понимать, не смогут разговаривать на казахском языке. Они смогут просто, буквы будут немножечко по-другому написаны, изменится только графика. Ни одна страна в мире так не обсуждала новый алфавит со всем народом. Это отметили участники обсуждения. Проблема перехода на латинскую графику не только лингвистически, но это и приближение к общественным и научным мировым стандартам. Многие страны СНГ уже перешли на азбуку с латинской графикой. Это прошло спокойно, без всяких эксцессов и доказало свою дееспособность. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В областной клинической больнице провели мастер-класс для специалистов эндоскопического центра. Обучение провели специалисты Первого медицинского университета Санкт-Петербурга по инициативе управления здравоохранения Карагандинской области. Карагандинские специалисты принимают участие в двух скрининговых программах. Это скрининг по раку пищевода и желудка, а также скрининг по колоректальным опухолям. В областной клинической больнице создан эндоскопический центр. Здесь выработан алгоритм, согласно которому пациенты могут без очереди в рамках государственного заказа пройти специальное обследование. Участники мастер-класса посредством телемедицины стали свидетелями использования новейшего медицинского оборудования. Мы хотим благодаря этому мастер-классу внедрить высококвалифицированную медицинскую помощь в плане эндоскопических малоинвазивных операций, для того, чтобы население нашей области имело возможность лечиться непосредственно по месту жительства, без очередей, бесплатно, то есть по государственному заказу. Прошло 25 лет с того дня, как было присвоено имя Евнея Букетова Карагандинскому государственному университету. В Центральной государственной библиотеке имени Мухтара Уэзова прошла онлайн-конференция, посвященная этому событию. Онлайн-конференция прошла в рамках программы «Руханьи Жангеру». Это основных лиц, проведение творческих встреч с участием поэтов, писателей, деятелей искусства, библиотеках города, приуроченных к юбилейным датам. А все это способствует формированию уважительного отношения к историческим личностям, преемственности поколений, знакомит с выдающимися деятелями науки Казахстана. Пропагандирует достижения казахстанских ученых. На онлайн-конференции встретились студенты Каргу и Политехнического университета. Поэтому я и пришел, чтобы узнать больше о Букетове, чтобы понять, почему его имя дали этому университету. А разобраться в значении личности Евнея Букетова помогли и выставка книг Евнея Арстановича и педагоги университета имени Букетова. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Саублэмстер. Аман Саублэмстер.